Привет-привет, девчонки! Извините, что так обращаюсь к вам, но потому что знаю, что смотрят-то в основном мои ровесницы и мой канал, поэтому и говорю, можно, наверное, так к вам обращаться. Я вижу, что заскучали немножко мои девчонки без моих рассказов о встречах моих, о моих встречах с мужчинами. Конечно же, у меня эти встречи продолжаются, и по вашим просьбам я вам сегодня одну вот такую вот встречу и покажу. Это мы сейчас будем с ним здесь, нашу первую встречу проводить в кафе. Он меня пригласил, я сижу, жду его за столиком, а он пошел заказывать. Вот, вот сейчас покажу вам туда. Хотела сесть напротив, думаю, как бы вам его показать все-таки хоть немножко. Вот, думаю, будет идти с кофе, и я вам его покажу. Но здесь против солнца камера не очень получится. Я, наверное, сейчас, знаете, как сделаю. Я переставлю стул напротив себя, вот так. И мельком, наверное, все-таки смогу его вам показать, потому что знаю, что вам интересно. Сегодня у нас среда, 5 октября. Прекрасная погода на острове Уайт. Плюс 20 температура. Тихо, спокойно, ни дождя, ни ветерочка. И поэтому, конечно же, лучше нам сегодня провести нашу встречу под открытым небом. Именно здесь, в этом аббатстве, Квэр-Рэби. Вот он пришёл уже, мой мужчина. Я чуть-чуть его сняла. Зовут Роберт. У него такое имя, знаете, классическое. По мне, Роберты должны быть такие, знаете, строгие, серьёзные. Но этот Роберт почему-то на Роберта совсем не похож. Расскажу вкратце вам об этом мужчине. Вот как вы думаете на вид, сколько ему лет? Ему 59, как он сказал. Он работает здесь, в госпитале Санкт-Мэри. И там что-то такое помогает при операциях. Ну, помогает как, по-моему, что-то он там связан со стерилизацией инструментов. Что-то такое типа того. Ну, и ещё он по профессии шеф-повар. Говорит, что работал когда-то в ресторане шеф-поваром очень долго. А потом вот уже с возрастом решил, что ему это тяжело, трудно и перевёлся в госпиталь. Помимо того, что он работает стерилизатором в операционной, он ещё и там работает тоже поваром на кухне в этом госпитале. В общем, мужчина такой вполне себе занятой. Ну, и наш разговор. Мы с ним сначала посидели, выпили кофе, поговорили. Вы знаете, как-то разговор у нас сразу завязался. Такой лёгкий мужчина, разговорчивый очень. Он мне рассказал немного о себе. Он из Уэльса, из многодетной семьи. И он самый последний, а ещё у него семеро братьев. Можете себе представить, вот такие полные, огромные семьи здесь тоже бывают. Он самый последний. И сказал, что все его братья, они очень успешны. И в семейном плане, и в бизнесе у них всё прекрасно. А вот у него как-то немножко не заладилось. Я спросила, почему же так? Ну, вот он говорит, что я был самый ленивый, разбалованный. И, наверное, это повлияло. Ну, и потом, говорит, я был очень хулиганистый в детстве. Я, вы знаете, так подробно вам рассказываю о мужчинах, об этих, с которыми я встречаюсь. И вообще, которых я встречаю здесь, потому что я полагаю, что какое-то впечатление у вас будет. Может быть, вы немного больше поймёте вот эту вот английскую жизнь, такую, отличающуюся от нашей. О, как много здесь опять мужчин, посмотрите. Или, может быть, кто-то мне скажет, что это я тут на мужчин обращаю внимание. А чего бы мне на них внимания не обращать? Вот, смотрите, ещё идут. Но это всё ещё не те мужчины, которых я жду. Не тот мужчина, которого я жду. Что здесь происходит? Почему у них здесь столько сейчас мужчин? Мне непонятно. Ну, в принципе, я и узнавать не буду. Вот, обратите внимание на английских мужчин. Вот они тут в полной, как говорится, красе. Как они, в принципе, так вот и выглядят. Где-то примерно 40 плюс. И вот так вот обычно одеты. Если постарше, то они чаще всего парами. Те, кто постоянно смотрит мои видео, то знает, почему так происходит. Я рассказывала вам много раз, что не хотят люди оставаться одинокими уже вот в возрасте 60+. Может быть, может быть, даже и постарше возраст, но им это не мешает никогда находить себе пару. И если вдруг по каким-то причинам человек остался один, мужчина или женщина, бывает, что развелись, а бывает, что, естественно, партнёр просто ушёл из жизни, то вот обязательно заключают ещё брак. Поэтому чаще всего и мужчины, и женщины здесь по нескольку раз замужем или женаты. Я почему так подробно вам объясняю это всё? Потому что иногда людям непонятно. Тем, кто не живёт в Европе, тем, кто не знает непосредственно европейской жизни, непонятно, почему. Вот когда я встречаюсь с мужчинами, да и вообще, если где-то на сайтах знакомств вы читаете анкету, там обязательно. Если человек правдивый мужчина, то он вам скажет, что он был несколько раз женат, и что у него от каждой жены там дети есть. Тем не менее, ничего это не является причиной. Если вдруг людям не нравится жить вместе, они разбегаются элементарно. И, кстати, чаще всего инициатором бывает женщина, потому что законы английские направлены на защиту женщин. Особенно если уже в паре есть ребёнок, то при разводе, конечно же, если там женщина сама не виновата сильно, и её вина не доказана, если обычный развод какой-то по бытовой причине произошёл, то оставляют недвижимость всю, и все совместно нажитые деньги оставляют жене с ребёнком, женщине, а мужчина уходит на съёмную квартиру. Если кто-то хочет поподробнее об этом, видео вам сверху всплывёт. А я продолжаю вам рассказывать о моём новом знакомом Роберте. Роберте, который очень подробно мне рассказал, что он тоже был дважды женат. У него есть дочка от первой жены, а вот со второй они жили без детей и жили совсем недолго. Я спросила, сколько недолго. Он говорит, что даже года не прожили. И что там случилось? Он говорит, что она меня била. Я, в общем-то, не поверила своим ушам. Я даже переспросила, ну что значит била? Может быть, какую-то пощёчину дала? Может быть, где-то как-то он сказал, нет, она меня конкретно била, посмотри. И он мне показал такой шрам у него, жуткий, под носом на верхней губе, рассечённая, такая плохо сшитая. Так что, понимаете, бывают вот такие вот вещи. Ну и что ещё я могу сказать про Роберта? Мы с ним попили кофе благополучно, конечно. Потом пошли гулять, я вам показала немного. Посмотрели там свинок, сходили к морю, вот, говорили о том, кто чего желает в жизни. Он сказал, что он собирается дом покупать, так как всё он оставил жене. Я ещё раз удивилась, говорю, как же ты оставил всё жене, если она тебя била, и если даже она такое тебе нанесла травму, что у тебя шрам остался на лице. Ты же должен был как-то через юристов, я не знаю, заявление написать. Ну, он говорит, что да нет, я не стал связываться. В общем, что-то такое, какая-то мутная, непонятная история. Наверное, всё-таки он что-то недоговаривает. Но, тем не менее, вот, понимаете, если человек продолжает работать, несмотря на то, что ему 59 лет, может быть, уже даже и 60, значит, он имеет возможность взять в ипотеку дом и потом потихонечку его выплачивать. Как вы знаете, здесь по новым законам в Англии, и женщины, и мужчины уходят на пенсию в 68 лет. Поэтому у него ещё в запасе есть целых 8 лет, чтобы погасить эту ипотеку. Ну, и он живёт в Нью-Парте и хочет там же свою эту квартиру и покупать. Вы знаете, несмотря на то, что я всё это подробно расспрашивала у этого моего нового знакомого, и то, что я вам об этом подробно рассказываю, я поняла сразу, что мужчина этот мне не нравится, что он совершенно не герой моего романа, скажем так, опять. Вот. Но что поделаешь, как говорится, будем искать дальше. Вот этот мужчина меня абсолютно не заинтересовал, хотя он мне ещё несколько раз тут звонил, приглашал опять на прогулку куда-то попить кофе, но я так, в общем-то, аккуратно-аккуратно отказалась. Да, ну и тут я предвижу ваше удивление и ваши вопросы, а почему же я дальше не рассказываю о своём французском знакомом, которому я ездила в Париж. Вы знаете, друзья, конечно же, я расскажу. Ну, во-первых, может быть, кто-то понял, что этот мужчина, он не француз. Я, по-моему, об этом вам тоже говорила, но я не заостряла на этом внимания. Он не француз, а он англичанин. Поэтому и английский у него такой замечательный, как кто-то сказал, что вот английский лучше, чем мой. Да, конечно же, лучше, он коренно англичанин. И у него есть дом вот в пригороде Парижа, и также у него есть дом в Англии. И знаете, не удивляйтесь этому, потому что обычно люди, которые всю жизнь прожили в Европе, вот в Англии, в частности, прожил этот мужчина, он работал всю свою жизнь, и поэтому у него достаточно сбережений, чтобы сейчас комфортно жить и позволять себе покупать дома во Франции. Может быть, где-то еще, знаете. Не удивлюсь, как говорится. Вот у меня тут тоже спрашивают, а почему же он вам не оплатил проезд до Парижа? А вот вы там тряслись на автобусе до Фуда. Ну, вот тоже не знаю, как реагировать, опять же, на вот такие вот замечания или комментарии, потому что я считаю, что я вполне самостоятельно могу купить себе билет до Парижа. И если человек приглашает меня, тем более, что предлагает мне отдельную там спальню в своем доме, то почему бы и не приехать, это раз. А во-вторых, я, вы знаете, не хочу кому-то быть обязанной. Да и потом я этого человека практически не знала. И то хорошо, что я рискнула к нему поехать. Ну и потом, мало ли, знаете, как бы дальше наши эти события разворачивались. Может быть, заставил бы меня отрабатывать эти деньги. Нет уж, нет уж, я предпочитаю все-таки быть свободной. Вот и независимо свободной. В Париже мы с ним пообщались замечательно, узнали немного получше друг друга. Ну и когда он мне тем более сказал, что у него еще есть дом и в Англии, и в Лондоне, то я подумала, что, ну, возможно, что может быть наша встреча еще и продлится где-то здесь. Поэтому, когда он меня провожал, то мы так и договорились, что, возможно, когда-то он приедет сюда, в Англию, и обязательно мы с ним опять спишемся и увидимся. И вы знаете, я, конечно, никак не ожидала, что настолько быстро это случится, потому что буквально через неделю после моего приезда он прикатил в Лондон. Сказал, что у него какие-то дела здесь срочно образовались. Ну, не знаю, как говорится, сказал так, значит так. Вот. И мы с ним как-то были все время на связи по телефону. Он тут же опять стал приглашать меня к себе в Лондон. Ну, я сказала, что как-то нет, я пока еще не готова. Что-то, почему я все время к нему. Вот. Ну, и потом как раз вот это вот случилась история с мобилизацией, которая меня опять ввергла в страшную депрессию. У меня испортилось настроение вообще. Сами понимаете, когда плохое настроение, то какие тут встречи? Ну, не знаю, как-то, может, не ко времени все это было. Ну, и я, вы знаете, как, я решила тут, не знаю, пошутить или что. И когда он мне в очередной раз позвонил и говорит, что хотел бы вот он со мной опять увидеться, встретиться. Он хочет мне показать опять свои картины замечательные, фотографии я имею в виду. А меня еще как-то, знаете, вот я такой человек, что слишком быстро развивающиеся события, я сразу пугаюсь, я в норку, в норку, в норку, я в домике. Ну, и он такой настойчивый, продолжает все говорить, что мы должны обязательно встретиться, что я ему понравилась. Я говорю, я еще не определилась, я не знаю. Вот. Ну, и, вы знаете, потом, в конце концов, я набралась наглости, я ему говорю, а ты вот говоришь, что я тебе нравлюсь, а готов ли ты вот приехать сюда ко мне на остров, если ты говоришь, что ты хочешь встретиться, так вот и приезжай на остров ко мне. Но я только тебя к себе домой не приглашаю, потому что у меня совсем маленькая квартирка, одна спальня, никак не получится. И что вы думаете? Он такой немножко замолчал, а потом говорит, если мне нравится женщина, я за ней готов. Не то, что на остров, а я вообще готов на край света за ней поехать. Чем меня, конечно, он просто удивил еще в очередной раз. Ну, и то сказать, что остров наш, он не на краю света все-таки находится. Это от Лондона на поезде полтора часа максимум. Вот. На своем автомобиле там вообще, по-моему, меньше часа. Можно там, ну, паром еще 30 минут. В общем, почему бы и нет, как говорится. Он заказал отель, и он через неделю приехал сюда на остров. Вот. Показываю вам этот отель, в котором он остановился. Это Аплэ Манар. Самый недалекий отель. Самый близкий, вернее сказать, от моего дома. Я ему сказала, где я живу, свою локацию. И поэтому он остановился именно здесь. И вот мы с ним встречались в этом отеле, в ресторане. Много раз. А потом, конечно же, он ко мне еще и домой приходил тоже. Приносил свои фотографии. Вот сейчас вам покажу. Это вот опять он мне объясняет, рассказывает про все эти свои фотографии художественные. Когда я выразила удивление, почему он их сюда привез. Он сказал, что он хочет здесь также выставку устроить. Что у него уже много раз были выставки его фотографии. И даже много отзывов было хороших. Вы знаете, я вот что-то как-то подумала. И опять он меня вот этим своим таким увлечением... Сначала он меня очень этим порадовал. Я удивилась, что такой интересный человек. А потом какой-то у него фанатизм даже. М-м-м. И он был вообще blowing агайл. М-м. Мы просто попали, и купили кофе, и подвеск. И это немного по-рубин, который лежит на горы, на гейте внизу, и, конечно, в воздухе. И он просто лежит в этом, и лежит в этом. И я садила, чтобы бежать и голова, чтобы подвесить его в воде, чтобы убиться от него, даже на горы, и не вовсе, не в том, что в снег. И с бредом злого ясна. Да. Ну, в общем, друзья, вот так рассказала вам, наверное, тоже сбивчиво, но как-то уже трудно мне вспоминать, потому что прошло много уже времени, вот, хотя он сейчас в Лондоне, он обратно в Париж пока не собирается, будет здесь зимовать в Лондоне, возможно, что мы с ним встретимся еще. Не могу сказать, что он мне сильно нравится, вы его видели, очень обычная внешность, человек очень обычный, ну, и еще раз повторяю, что вот это его фанатическая такая любовь к фотографиям, про которые он все знает, вообще буквально про каждую, и все это рассказывает, рассказывает, вот, даже представляете, что он приехал ко мне и привез эти фотографии, чтобы мне их принести, показать и рассказать. Мы с ним сидели несколько часов, он мне про каждую фотографию рассказывал, все подробно, не знаю, как-то немножко пока мне бы хотелось каких-то других разговоров, наверное, более душевных, даже не могу сказать, но вот, по крайней мере, химии какой-то, как у меня сразу была тогда с Мартиным, у нас пока не произошло. И вот, вы знаете, у меня тут тоже многие пишут, что, ой, желаем вам, чтобы у вас с ним все получилось, ой, да, мы желаем, вот. Спасибо, конечно, огромное, если кто-то от души действительно мне желает счастья и найти мужчину, который мне действительно понравится, и с которым бы я хотела серьезно связать свою жизнь. Пока я такого мужчину еще не нашла, поэтому я в поиске, поэтому я продолжаю ходить на встречи и вам о них рассказываю, показываю эти свои встречи и очередных мужчин. Это ничего, в общем-то, не значит. Пожалуйста, поймите меня правильно. Ну вот, да, я сейчас ищу и надеюсь найти мужчину для себя, для души. Невозможно, все у меня получится. Но пока еще вопрос остается открытым. Так что, друзья, вот рассказала сегодня вам, как на духу, все, что у меня произошло. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»